Всем привет! Обвинить звезд в том, что они мало внимания уделяют своему внешнему виду, уж точно нельзя. Стилисты, парикмахеры и визажисты трудятся над тем, чтобы каждый образ их клиентов был безупречен. Впрочем, у многих периодически случаются модные провалы. Предлагаем вспомнить самые нелепые выходы знаменитостей в 2018 году. На одну из премий Ольга Бузова пришла в образе воинственной невесты-гуманоида, покрытой золотой звездной пылью. На ее голове переплелись причудливые провода, поверх сиреневого боди было надето нечто похожее на доспехи, на ногах золотые чулки. Венчали этот фееричный наряд, длинный хвост накладных волос ниже попы и белая фата. Похоже, Ольга отчаялась найти своего идеального мужчину на Земле и решила попытать счастье на других планетах. Эмбер Хёрд так увлеклась водной тематикой, представляя в разных городах мира фильм Аквамен, рассказывающий о супергерое, который может дышать под водой, что на очередную премьеру картины пришла в странноватом головном уборе, похожем на шапочку для купания. Выглядела Эмбер довольно странно, а как только ее фотографии в этом наряде появились в сети, стала объектом для насмешек. Алина Кабаева появилась на соревнованиях по художественной гимнастике в белом платье в пол с открытыми плечами, но все внимание было приковано не к силуэту наряда, а к смелому принту. На груди у Алины красовался золотой герб Российской Федерации, а по всему платью были рассыпаны красные розы с зелеными листьями. Патриотизм олимпийской чемпионки, впрочем, оценили не все. Многим такой наряд показался верхом безвкусицы. Решив сделать комплимент принимающей стороне, Меган Маркл нарядилась в платье редкого для себя красного цвета, в тонах государственного флага Тонго. Однако с образом получился мелкий конфуз, который заметили встречавшие британскую пару фотографы. В спешке супруга принца Гарри забыла снять с нового платья этикетку. Меган так и шла по красной дорожке в наряде с магазинной биркой, пока кто-то не заметил эту пикантную деталь. Этикетку успешно убрали, но папарацци успели разглядеть название марки и стоимость платья. Его цена – 628 долларов. Один из самых неприятных моментов в жизни модниц – оказаться на мероприятии в одинаковом платье с кем-то еще из приглашенных. Впрочем, на примере Ксении Собчак этим летом стало ясно – конкуренцию могут составить не только живые люди, но и неодушевленные предметы. Так модным двойником Ксении оказался обыкновенный стол в итальянском ресторанчике. Расцветка платья Собчак и скатерти оказались практически идентичными. Впрочем, надо отметить, что на такую неприятность Ксения отреагировала иронично и даже поделилась снимком с подписчиками в Инстаграм. Одни девушки любят демонстрировать грудь, другие ноги, а кто-то подчеркивает нарядами аппетитную попу. А вот певица Холзи решила показать все и сразу, и даже больше. На одном из мероприятий она появилась в платье, в котором продемонстрировала гостям и фотографам отсутствие нижнего белья, лобок и специальную накладку на нем. Церемония открытия Каннского кинофестиваля не обошлась и без постоянной гости Лены Лениной. Российская звезда снова удивила гостей и фотографов фееричным нарядом, в котором смело могла бы изображать гламурного броненосца. Не изменила себе Лена и выборе прически. Огромный начес венчала нечто похожее на шапочку из фольги или наконечник копья. Бритни Спирс в последние пару лет много времени провела в спортзале и стала хвастаться результатами своих тренировок, надевая на себя минимум одежды. Вот и на красной дорожке одной из премий певица появилась в крохотном прозрачном куске ткани, еле прикрывающем попу, который надо было постоянно одергивать. Еще и пальцы из босоножек выскакивали. Летом прошлого года Ирина Шейк вышла в свет в скромном фиолетовом платье, которое дополнила маленькой леопардовой сумочкой. Завершила образ челка, которая, по мнению многих стилистов, смотрелась очень странно. Большинство фанатов сошлись во мнении, что образ модели был неудачным. Кристина Агилера решила скрыть располневшую фигуру под огромным полосатым платьем-пиджаком, сшитым из костюмной ткани. А в другой раз на выходе из концертного зала Агилера попала в объектив фотокамер в кожаном голубом пальто, кроем больше напоминавшим гигантскую мотоциклетную куртку. Острые на язык пользователи сразу же стали сравнивать наряд с чехлом на тяжелую бронетехнику и самолеты. Певица и актриса Блеона Керетти, которую называют албанской Мадонной, не то чтобы очень известна своими песнями и ролями. Главная фишка Блеоны – постоянно демонстрировать свое тело и появляться практически обнаженной на различных светских мероприятиях. На этот раз Керетти показала себя во всей красе на вечеринке после вручения премии Оскар. В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось одно из самых долгожданных и зрелищных событий года – бал Института костюма. Тема мероприятия в этом году звучала так – божественные тела, взаимодействие моды и католической религии. Как и всегда, многие звезды пришли на бал в очень замысловатых нарядах. Но Сара Джессика Паркер, кажется, превзошла всех и немного перестаралась. Только посмотрите на молельный домик на ее голове – ужасные голубые тени и волосы ниже попы. А вот Риана решила эту тему обыграть так. Спадающий с плеч халат и очень откровенное мини-платье певица дополнила папской Митрой – выглядело все вместе очень нелепо. Кэти Перри на этом балу стала примером того, как можно выглядеть неудачно даже в образе ангела. Полнящее платье, ужасные сапоги, огромные лохматые крылья и агрессивный макияж. Ангелы так точно не выглядят. Анна Седокова в одном из своих постов призналась, что она уже месяц не обнималась, не целовалась, не была близка с мужчиной, отчего ее губы не целованные покрываются льдом. Видимо, певица решила действовать и вышла на красную дорожку в бюстгальтере и абсолютно прозрачном топе с надписью на своей знаменитой пышной груди «Не надо бояться» и стесняться. Смотрелась, честно говоря, так себе. Мила Кунис выбрала не самый удачный для ее фигуры наряд. Это красное платье, как будто спадавшее с Милы, сплющило ей грудь и вообще сделало ее непривлекательной и неаппетитной. Модный ныне стиль «Я только с кровати» удается постичь далеко не каждой звезде. Мэделин Пэтч почти освоила пижамный образ, но вот только зачем-то добавила наверх прозрачный топ с завязочками. У топ-модели Кай и Гербер более тяжелый состав преступления. И колготки с надписями, и безразмерная рубашка с отсутствующим треугольником, и семейные трусы – все это не сочетается с друг дружкой. Юлия Ковальчук, похоже, пришла на день рождения канала Муз-ТВ тоже прямо из спальни, не переодеваясь. А так как погода в те дни ухудшилась, решила дополнить свой соблазнительный комплект осенними сапогами на тракторной подошве. Казалось бы, еще хуже этот наряд сделать было уже невозможно, но Юле удалось. Поверх кружевного пеньюара певица надела широкий пояс из кожи. Лолита на этом снимке стоит так, будто и сама все понимает. Ее попытка скрестить будуар со светским нарядом не удалось. Может быть, ей в дверь позвонили и внезапно вызвали в Сочи? И ей пришлось ехать в том, в чем она была – легком халатике и боди. Афида Тернер нарядилась так, что было больно смотреть. Поверх черного боди она надела прозрачный комбинезон в стразах и дополнила этот дерзкий комплект красными босоножками на огромных каблуках и безумной укладкой. На одной из церемоний Мадонна появилась в наряде, который очень походил на традиционный костюм берберов. Незадолго до премии Мадонна отпраздновала свое 60-летие в Маракеши и, видимо, там-то и обзавелась обновкой. Мадонна больше была похожа на восточную бабушку в балахоне, халате и куче украшений. Рита Ора не может похвастаться идеальными формами и спортивным прессом, но не комплексуют по этому поводу. Может, это и неплохо, вот только прозрачное платье с декором, напоминающим ползающих по ее телу червячков или змей, смотрелся на ней так себе. Стиль супермодели 90-х Наоми Кэмпбелл всегда был весьма смелым, но, кажется, в своем статусе Наоми уже может себе позволить не думать не только о рамках приличия, но и об уместности того или нового наряда. На мероприятие в рамках недели моды в Копенгагене черная пантера пришла в сетчатом топе и красном бюстгальтере. Все бы ничего, но Наоми в таком виде еще и встречалась с кронпринцессой Данией Мэри. Розовые брюки с принтом и оверсайз пиджак в сочетании с ботильонами на Ким Кардашьян выглядят странно даже в эпоху смешения стилей. Не самый лучший пример, который стоит продвигать в массы. Пинк разоделась в пух и прах на церемонию Грэмми. Из звезды вышел этакий смеющийся цыпленок, но, судя по широкой улыбке, она сама не чувствовала никаких угрызений совести по поводу выбранного наряда. Манекенщица Белла Хадид на одно из мероприятий нарядилась в костюм голого воина. Глядя на Беллу издалека, наверняка можно подумать, что она действительно обнажена. А на другую вечеринку Хадид появилась в белом костюме из приталиного жакета с рукавами-буфами и брюках в стиле Саруэлл. Обе вещи были щедро декорированы шнурками, но даже с их помощью утянуть наряд по фигуре не удалось. Сидел этот костюмчик на Беле так же прекрасно, как и результат коллективного труда одного ателье из монолога Аркадия Райкина. Пиши в комментариях, какой наряд считаешь самым нелепым. Ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!